Мина Протокол. Особенности и последние новости проекта. Мина – уникальный криптовалютный проект, появившийся в 2017 году. Его разработчики поставили перед собой цель создать своего рода шлюз, который свяжет миллионы различных устройств по всему миру с блокчейном. В данный момент это может быть проблематично из-за размеров крупных цепочек. К примеру, знаменитый биткоин весит более 350 гигабайт, и далеко не каждое устройство может поддерживать его сеть. Но мина – это нечто совершенно новое, ведь этот блокчейн весит всего 22 килобайта, и это никак не влияет на его удобство или безопасность. Секрет столь маленького веса блокчейна в технологии, которая в ней применяется для подтверждения транзакций. Протокол использует метод доказательства ZK-SNARK, в рамках которого для завершения операции не нужно анализировать всю цепочку, достаточно снимка её основных данных. С помощью рекурсивных доказательств можно обеспечить абсолютную децентрализацию и практически идеальную масштабируемость, ведь для сети мина не имеет значения, сколько пользователей в данный момент находится в ней и выполняют операции. Это протокол первого уровня, главная задача которого – обеспечить безопасную и быструю передачу данных между участниками цепи. Одна из главных проблем крупных блокчейнов – это огромное количество операций, которые они должны так или иначе запоминать. Использовать их могут только пользователи с мощными персональными компьютерами, а владельцы ноутбуков и смартфонов остаются в стороне. Это уже нарушает принцип децентрализации. Вся власть достается людям, у которых есть ресурсы, и желание приобрести мощное оборудование для майнинга. Мина предлагает заменить блокчейн во время транзакции на криптографическое доказательство весом всего 22 килобайта. Это ускорит обработку данных, а доказательство будет отлично защищено сетью от разглашения. Его не смогут получить третьи лица, а значит любые операции, совершенные с помощью Мина, будут полностью безопасными. В нодах будут храниться только доказательства с маленьким весом, а не все сетевые данные. Как бы не менялось количество пользователей, протокол останется доступным, а скорость его действия не снизится. Принцип работы ZK-Snark довольно прост. Если проводить аналогию, можно представить, что друг попросил вас показать собаку. Вместо того, чтобы вести четвероногого друга на машине на другой конец города, гораздо рациональнее сделать фото и отправить снимок в социальные сети. Примерно так работает и алгоритм. Он делает снимок состояния цепочки блоков в данный момент и передает именно его, как доказательство для завершения транзакции. Самой цепочке при этом ничто не угрожает. На платформе можно зарегистрироваться и начать зарабатывать. Доход можно получать от стейкинга, причем двумя способами. Первый – более эффективный, но требует постоянного подключения к сети. Второй – позволяет делегировать свои токены и получать проценты от их стейкинга, который осуществляют другие лица. А вот удерживать валюту, провоцируя тем самым инфляцию, пользователям будет невыгодно, ведь за слишком длительное хранение средств на счету их будут штрафовать. Такой подход призван защитить сообщество от злонамеренных действий людей, выкупающих большое количество токенов разом. Разработчики утверждают, что с помощью Мина можно будет использовать блокчейн на абсолютно любых устройствах, даже если их вычислительная мощность минимальна. Если в будущем у проекта действительно получится стать массовым, у него есть все шансы начать сотрудничество с крупными финансовыми организациями, которым нужен такой простой и полезный инструмент для быстрых транзакций. А пока команда разработчиков Мина продолжает работать над проектом и радовать подписчиков новой информацией о нём. Они уже рассказали о Snaps, принципиально новом типе децентрализованных приложений, использующих для подтверждения транзакций метод криптографии. Их смогут создавать на базе различных блокчейнов и мино-разработчики, заинтересованные быстрым и безопасным обмене данными. Snaps позволяет пользователям сохранить персональные данные полностью конфиденциальными, но всё равно получить при этом доступ к услугам и товарам, которые им необходимы. К примеру, не придётся сообщать сотруднику банка номер паспорта, за него данные передаст по адресу приложения. Разработчики также поделились новостью о запуске нового трекера времени безотказной работы. Пользователям предоставили возможность его протестировать, чтобы оценить то, как реализована конфигурация клиента. Им также предложили поэкспериментировать с интерфейсом и протестировать серверную часть проекта. Всё это важно для компании, поскольку позволит на ранних этапах выявить ошибки в работе протокола и устранить их. В конце января Labs, один из крупнейших партнёров Мина, рассказал о новом Snap, который разрабатывает команда. Когда создатели Мина только обсуждали возможность заключения финансовых сделок при помощи The Case Narc, разработчики задумались над созданием собственного проекта. Главной проблемой было обеспечение безопасности. Снимки можно подделать в Photoshop или другом мощном графическом редакторе. Зная об этой непростой задаче, они принялись за создание Proof of Alpha. Это платформа для торговли криптовалютой и акциями, обеспечивающая пользователям абсолютную конфиденциальность. В данный момент планируется запуск тестовой версии для сообщества разработчиков, который поможет найти и устранить все несовершенства в работе приложения. 28 января в блоге разработчиков появилась публикация, посвященная дальнейшему развитию Мина Протокол. К приоритетным направлениям можно отнести Улучшение стабильности узла на всех этапах разработки. Создание обучающей платформы для разработчиков СНАП. Обеспечение интеграции Мина в проекты на базе ZKeyPay. Выпуск набора инструментов для разработчиков, планирующих работать с Мина. Подключение к сети блокчейна Эфириум. Поддержка сторонних токенов на платформе Мина. Настройка нескольких новых сред. Это далеко не все планы разработчиков на 2022 год. Во втором квартале они планируют запустить тестовую сеть Беркли. От успеха этого теста будет во многом зависеть дальнейшая судьба проекта. В начале февраля стартовало предварительное тестирование приложений Ledger Nano X и Nano S Mina. Чтобы получить доступ к его функциям в Ledger, необходимо переключиться через меню на режим разработчика и добавить Мина через меню менеджера. После установки расширения пользователь может использовать приложение по своему усмотрению. В дальнейшем, если тест успешно завершится, Ledger можно будет использовать для хранения токенов Мина. Ближе к середине февраля разработчики рассказали о прогрессе в разработке Мина. Из их нового поста можно узнать, что помимо создания вспомогательного генератора доказательств, они уделили время проверки в EVM. В будущем они планируют рассказать о вариантах интеграции Мина в различные приложения и способах использования блокчейна. Команда продолжает работать над повышением стабильности узла и уже определила список проблем, технических и связанных с использованием блокчейна на разных платформах. Один из участников сообщества предложил праздновать 2 февраля как Всемирный день Мина, чтобы росла осведомлённость о проекте. Разработчики поддержали его и выпустили несколько викторин, посвящённых блокчейну. Для создания праздничного настроения на minacrypto.com 2 февраля появились рецепты коктейлей и пиццы. Сайт продолжает развиваться, а число пользователей, просматривающих его каждый день, расти. Увеличивается и объём рассылки. На сайте появился раздел для предложений и пожеланий, где каждый может поделиться своими идеями для улучшения проекта. В твиттер число подписчиков достигло 7 тысяч в довольно короткие сроки и каждый месяц увеличивается примерно на 1 тысячу. Разработчики поделились новостями о Кимчи, обновлении системы доказательств, которое они выпустили недавно. Названный в честь корейского блюда из капусты механизм обеспечивает конфиденциальность данных и стабильный вес блокчейна. Разработчики подробно рассказали о принципах его работы и основных особенностях. Благодаря Кимчи станет возможным более быстрое достижение консенсуса, отличная масштабируемость и более сложные схемы, что очень важно для разработчиков, планирующих использовать Мина. В блоге популярно появляются новые публикации, рассказывающие о прогрессе разработчиков. Несмотря на трудности, с которыми иногда сталкивается проект, он продолжает развиваться и совершенствоваться. Пока сложно сказать, как скоро Мина предложит разработчикам децентрализованных приложений готовый набор инструментов для создания эффективных, безопасных и быстрых снаб. Но если проект оправдает ожидания крипто-сообщества, у него есть все шансы стать одним из самых востребованных в мире. Ставьте лайк под данным выпуском и подписывайтесь на канал CryptoDead, чтобы не пропускать новые проекты.